АПЛОДИСМЕНТЫ Елена Андреевна Сапогова, народная артистка России, профессор Саратовской государственной консерватории, первая ученица, выпускница отделения народного пения светилы мирового уровня Льва Львовича Христиансона, лауреат всероссийской премии «Глаз ангельской России» Елена Андреевна Сапогова. Здравствуйте, дорогие мои ребята, уважаемые педагоги, родители. Я не знаю, меня вот сегодня все переполняет, потому что я настолько волновалась, когда ехала вот сюда. Я стремилась в Тарханы много-много лет. Вот вы счастливый, может быть, кто-то и несколько раз здесь был, а я первый раз в жизни на родине моего одного из любимейших поэтов, Михаила Юрьевича Лермонтова. И вот я уже говорила, что в Саратове я работаю с студентами, и два года тому назад мы со студентами такую программу показывали «Лермонтов и народная песня». И вот я помню, я выросла в Ульяновской области и пела песню, и я не знала, что в стихи великого Лермонтова «Глубокое тиснение Дарьяла», может быть, вы знаете это стихотворение, или «Сидел рыбак прекрасный на берегу реки, а перед ним по ветру качались тростники, и в народе ее пели, как народную песню». Оказывается, это Михаил Юрьевич Лермонтов. И сколько там не останется минуточек, ребята, но вначале я хочу рассказать вам все-таки «Былину». Вот если стихи вы еще можете прочитать сами, то, думаю, «Былину» вы, наверное, не прочитаете и не услышите. Сейчас этот жанр уже, в общем-то, как таковой исчезает. И поэтому я сначала вам расскажу «Былину», а потом, если останется время, я немножечко и попою на стихи Михаила Юрьевича Лермонтова «Кейси». Но я не буду вас пытать, знаете ли вы богатырей русских. Вот Михаил Юрьевич, конечно, знал. Богатырей русских знаете? Ну, давайте, называйте. Алеша Попович, ну, хотя бы три-то богатыря. Так, Илья Муромец, Добрыдин Никитич, еще. Соловей разобраться. Светогор, молодцы какие. А вот Илья-то Муромец, он не тут жил? Не в Велинском районе? Илья Муромец-то где жил? Может, он тут уходил? Да, во Владимирской области, в селе Карачарова, да? Город Муром. Ну, и говорят, вот вы тут, наверное, думаете, что это вообще сказка? Нет. Как-то один журналист приезжает в это село Карачарова и спрашивает, да, правда, что ли, Илья Муромец у вас жил? Да, у них не было сомнений. Говорят, да, вот на краю села, испа Муромцев стояла. Так Илюшенька-то Муромец 33 года сидит ним сидел, да? А потом, говорит, пришли калики перехожие, напоили его святой водичкой. Так он встал, говорит, ручки у него зашевелились, ножки запухаживали. И пошел он помогать, говорит, своим родителям лес валить. Вот набросал лес с того куб, до сих пор, говорит, вытаскивают, вытащить не могут. То есть на самом деле Илья Муромец жил-был. И если вам приходилось слышать, что Моши Ильи Муромца находится в Киеве, да, в Лавре, вот. Так что жили-были эти богатыри. Ну, я расскажу, наверное, самую маленькую былину, которую я знаю. Вот, а обычно былины сказывали, ну, часа на два, на три и больше. Потому что были такие исполнители, их называли сказители, да? Или в народе их проще называли враляне. И вот Артель, говорят, когда шла в леви, работать, там, лес валить или рыбу ловить, то они с собой обязательно брали вот такого враля. Ну, враля не работал, а вот когда Артель приходила, наработавшись, ложилась спать, вот тогда начинал работать враля. И вот рассказывает он былины, песни поет, загадки загадывает. Ой, какие у меня загадки есть музыкальные. Ну, а потом спрашивает, говорит, ну, что, братва, спите? Ну, кто спит, тот спит. А кто не спит, говорит, нет, давай еще рассказывай. И враля рассказывает до тех пор, пока вся братва не уснет. Ну, я всякий раз говорю, вы не пугайтесь, я вас до такой степени морить не буду. Но только должна вам, ребята, сказать, что вот былины раньше пели, поэтому три-четыре часа могла. А уже вот более поздний, поздний исполнитель, они немножечко пели, а немножечко сказывали. Ну, вот эту вот манеру я и взяла. Итак, былина про Добрынюшку и Змею. Не слышали такой былины? А змеиши тут не летают восьмиглавые? Нет? Ну и ладно. А я-то думаю, что и змеиши есть, и Добрынюшки среди вас тоже есть. Ну, в народе говорят, Добрыню... Богатыри — это очень сильные и добрые люди. И так былина про Добрынюшку и Змею. Срежалися Добрынюшка в очи стопою, Сподоблялися Микитич да вороз до лицо. Он просил и тут у мамушки Божие да благословленицо. Тут давала ему мамушка, слезно плакала. Она же тут Добрынюшки наказывала. Ты поедешь, мое дитятко, в очи стопою, Да вот олево раздолицо во широкое. Не купайся ты, Добрынюшка, во неплыне-то реки, Во неплыне-то реки, там и есть штыри струи, Там и есть штыри струи, да все они относливы. Отнесут они тебя, Добрынюшка, во синё до морё, Да за чижи за горды, да за пещерские, Да за чижи за пески, да хреста сыпучие. Тут поехал Добрынюшка, во чистопою, Да вот олево раздолицо во широкое. Тут Добрынюшке Микитичу прискотелосе, Покупаться то йому, да захотелосе. Не исполнил, ведь он тут мамин-то благословениц-то. Стал купаться, Добрынюшка, да во неплыне-то реки, А во неплыне-то реки там и было три струи, Там и было три струи, да все они относливы. Отнесли они, Добрынюшка, во синё до морё, Да за чижи за горды, да за пещерские, Да за чижи за пески, да хреста сыпучие. Надлетала тут змеиша у снеглавой. Уж ты хошли, Добрынюшка, я тебя живком взглону, Я тебя живком взглону, да крылом захвостну. Ты позволь, ко мне, змеи, ещё до семи главое, Мне повыплысь на сухую землю, Мне к земле то, мне ко матушке прислонитесь, Мне со белым, то со светом, да распроститесь. Выходил тут Добрынюшка на суху-то землю, И брал он тут свою шляпочку да землянистую, Землянистую да семи пудов. Насыпал он туда песку Христос и кучева, Надлетала тут змеиша у снеглавая. А Добрынюшка-то как взял свою шляпочку, Да как ударил ей, да и убил змей-то. Уж ты рано, о змей, ещё да рано хвастало, Уж ты рано, о змей, ещё да похвалялось он. Ишь, он хотел его живком взглонуть, А вот как Добрынюшка-то взял свою шляпочку, Да и убил его. Рано, говорит, змеиша хвастало, Да рано похвалялось он. Браво! Вот, дорогие ребята, конечно, Наши предки силу свою бралу, Силу их было больше. Ну, я уже, Андрей Николаевич идет, Я очень волнуюсь, В народе говорят, спешка хороша, Как дальше, не знаете? Приловли блох. Приловли блох, совершенно верно. Служение, муж не терпит, суеты тут надо, Всё, вот, и поэтому, может быть, Мы когда-нибудь в другой раз приедем, И вам ещё будем. Ну, я не знаю, что мне, Ну, можно я хоть маленький кусочек спою, Колыбельные песни Лермонтова, да? Конечно, конечно. Вот, потому что, у меня, Я ведь к вам, когда ехала сюда, Вообще, на Пензенскую землю, Я ночами не спала, готовилась, Вот это я расскажу, вот это я спою, Видите, я всё вот как... А вы рассказываете? Да, нет, ну, Андрей Николаевич стоит уже. Сейчас, сейчас. Вот, ну, вот я кусочек колыбельной песни, Вы, конечно, знаете, Но моё любимое сихотворение, ребята, Это «Люблю отчизну я», Ну, странную любовь, да? Вот всякий раз, когда я сихотворение читаю, Я плачу, вот, чтобы не расплакаться, Я его читать вам не буду. Вот, а колыбельный чуть-чуть спою. Прекрасное дитя, я на тебя смотрю, О, если б знала ты, как я тебя люблю. Спи, младенец мой прекрасный, Баюшки, баю, Тихо смотрит месяц ясный, В колыбель твою. Стану сказывать я сказки, Песенку спою, Ты ж дремли, Закрывши глазки, Баюшки, баю. Ну, и последнее я спою, Дальше не буду петь. Дам тебе я на дорогу Образок святой, Ты его, молясь о Богу, Ставь перед собой, Доготовясь в бой опасный, Помни мать свою. Баю, ты ж дремли, Закрывши глазки, Баюшки, баю. Ну, там еще много куколей. Ну, последнее я бы вам хотела сказать, Вот у нас экскурсия была, Потом мы гуляли, где хотели, И там есть вот эстрада, да, Наверное, были их все, Где проходят и концерты, И вечера, наверное, Поехали. В минуту жизни трудную Теснится ль в сердце грусть, Одну молитву чудную Твержу я наизусть, Одну молитву чудную Твержу я наизусть. Есть сила благодатная В созвучии слов живых, И дышит непонятная Святая сила в них. С души, как бремя, скатится, Сомненья далеко, И верится, и плачется, И так легко, легко, И верится, и плачется, И так легко, легко. В минуту жизни трудную Теснится ль в сердце грусть, Одну молитву чудную Твержу я наизусть. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, Милый мегреш. АПЛОДИСМЕНТЫ Елена Андреевна, Супанова, дорогие друзья. Есть талантливые исполнители, Но есть талантливые слушатели. Вот вы удивительные слушатели. Спасибо вам. Спасибо большое. АПЛОДИСМЕНТЫ